Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на вебинаре, посвященном первым итогам апробации в этом учебном году. Сегодня на вебинаре наши основные задачи каковы? Ну, во-первых, нам необходимо посмотреть, какие же результаты мы получили за первый месяц апробации этого учебного года. Во-вторых, нам с вами необходимо посмотреть, какие видеофрагменты уроков вы уже прислали и готовы были поделиться с нами в первые месяцы апробации и, естественно, посмотреть, как анализировать их. У нас сегодня нет задачи на вебинаре увидеть какие-то ошибки или, например, показать какие-то нюансы неправильные. Основная задача нашего вебинара – посмотреть особенности организации образовательного процесса с использованием электронной формы учебников. Естественно, что в первую очередь необходимо посмотреть итоги результатов первого месяца апробации. Ну, во-первых, если мы посмотрим с вами итоги апробации, а начали мы, я напомню, с вами апробацию с мая месяца, то есть 22 апреля открылась широкомасштабная апробация, и сегодня еще только месяц сентября, то давайте посмотрим в первую очередь количество педагогов, которые участвовали в апробации на конец мая месяца и на конец месяца сентября. Если посмотреть количество педагогов и увидеть разницу, то количество педагогов по апробации электронных форм учебников «Перспективная начальная школа» увеличился более чем в пять раз. Точно так же увеличилось и количество школ. Мы видим, что в мае по отношению к сентябрю это в три раза увеличилось количество школ. Точно так же регионы, которые участвуют в апробации. Мы видим, что на графике красной линии это все регионы, и посмотрите, в мае было 32 регионы, которые участвовали в апробации, а если мы посмотрим на сентябрь месяц, то на сегодняшний день в апробации участвуют 62 региона, и по спискам коллег сегодня, кто вышел в онлайн-связь с нами, мы видим, что нас достаточно много. Классы, которые участвуют в апробации, наверное, очень важно посмотреть и поблагодарить коллег не только учащихся и обучающихся первых классов, и работающих в первых классах, но еще важно понимать, что это и учителя, которые работают в четвертых, вторых и третьих классах. То есть на следующий год мы понимаем, что у вас будет колоссальный и огромный опыт для того, чтобы поделиться опытом работы и начать работу в первом классе еще с большим успехом. На каких устройствах в основном работают педагоги? Если мы обратим внимание, то за это время, конечно же, в большей степени, это работа с интерактивной доской, это работа с персональными компьютерами. Но как мы видим, что небольшой процент есть учителей, кто с этого учебного года начал работу с мобильным классом. В любом случае, нам интересен любой опыт. Будет ли это просто компьютер и экран? Будет ли это компьютер и интерактивная доска? Будет ли это групповая работа или индивидуальная работа с каждым учащимся? Любые видеофрагменты ваших уроков, которые вы считаете у вас получаются лучше всего, мы ждем и сегодня на нашем вебинаре мы посмотрим, какие есть уже на сегодняшний день наработки многих учителей. Учащиеся, если мы посмотрим общее количество учащихся, которые задействованы в широкой апробации, мы увидим, что это более 89 тысяч учащихся. На вебинарах и сегодня, спасибо огромное, что вы участвуете в наших вебинарах, в онлайн-системе участников вебинаров за этот период времени более 250 тысяч, 2,5 тысяч учителей прошло, участников и в режиме записи посмотрели 1800. Не забываем, что активными участниками становятся и коллеги, кто участвует в соцсетях. В соцсетях у нас есть возможность, как в Одноклассниках, так и в ВКонтакте, и на Фейсбуке, но самым популярным по количеству участников стала сеть Одноклассники, посмотреть, какие есть новинки, посмотреть, какие есть конкурсы. На октябрь месяц у нас сейчас идет опрос, вы можете зайти и посмотреть в любой соцсети, где вы зарегистрированы, и выбрать тему встречи с физиологом, которая наиболее вам актуальна. Таким образом, если говорить об основных этапах первой апробации, то мы видим, что, во-первых, увеличилось количество школ, во-вторых, естественно, это огромное количество учащихся. Для того, чтобы апробация проходила наиболее комфортно и удобно, на сайте ShopUpBooks есть ряд изменений, которые позволят вам наиболее легко работать с учебниками, загружать учебники и быть в курсе всех наших новостей. Во-первых, на вкладке «Перспективная начальная школа» мы видим, что появились новые электронные издания, и в зависимости от того, какие появляются новинки, вы видите их, например, «Математика первого класса», «Интерактивная тетрадь», «Литературному чтению третьего класса» уже для второго полугодия. Вы точно так же можете посмотреть, например, электронные тесты для третьего класса, посмотреть демо-странички, попробовать выполнить те или иные задания и, соответственно, вернуться обратно в каталог. Помимо этого, на основной страничке сайта ShopUpBooks точно так же вы можете посмотреть. Есть еще и новости видеоканала, и здесь всегда будет размещен последний вебинар, на котором вы участвовали или хотели поучаствовать, но теперь желаете посмотреть записи. Ну и открывается новая страничка, это блог главного редактора, где будут рассматриваться основные вопросы электронного учебника, о том, как он создается, о том, как он воздействует, и воспринимается как со стороны ребенка, так со стороны учителя, ну и родителей соответственно. Если мы зайдем с вами в каталог, то в каталоге тоже появилась отдельная вкладка для того, чтобы вы могли легко и удобно работать с нашим каталогом, это тетради и тренажеры. По каждому классу, первому, второму, третьему и четвертому классу вы можете посмотреть, какие есть тетради, какие есть тренажеры, и посмотреть странички демо-версий. В разделе приложения появилось два наших приложения Adbox. Первое приложение – это базовая версия. Для тех коллег, кто использует серийные номера и цифровые коды, то есть покупает и приобретает официально наши электронные тетради, тренажеры и электронные формы учебников, очень активно стали родители, в том числе и первоклассников. А вторая версия нашего приложения Adbox, соответственно, для апробации, которая будет включительно проходить до 31 декабря этого года. Поддержки. Для того, чтобы вы могли более комфортно нам дозвониться, для того, чтобы мы понимали, какие вопросы вас интересуют, в технической поддержке у вас сейчас есть возможность заказать обратный звонок. Как это делается? Давайте попробуем это сделать вместе. Вводим свое имя и фамилию, например. Ввожу адрес электронной почты. Если необходимо, обязательно нужно ввести номер телефона и введите сообщение, что вас интересует. Например, как загрузить программу. или приложение. Далее вы выбираете время, в которое вам удобно позвонить, потому что вы знаете, что если 63 региона с нами работает в широкой апробации, то, соответственно, у кого-то всего сейчас день, у кого-то уже вечер, поэтому вы определяете время, когда вам можно позвонить. Далее вы отправляете запрос, и именно в это время, и может быть даже можно указать дату, с вами свяжется наша техническая служба поддержки. Отдельно в технической службе поддержки мы разработали специально для вас видеоинструкции. Вы их можете посмотреть. Это инструкции, как скачать приложение, как оплатить серийный номер, как установить учебник, и, соответственно, в методической поддержке вы сразу же можете здесь перейти на вебинары и посмотреть все вебинары в записи. Помимо этого, отдельно, скриншотами, мы разработали специально для вас небольшие памятки о том, например, как сделать учебник, вернее, как заказать, сделать заказ на учебник, и пошагово вам дана инструкция, фотоинструкция. Дальше способы оплаты, и можно посмотреть, далее, как установить учебник, пошаговые инструкции, можно посмотреть, переходя с одной вкладки на другую. Тем самым на сайте shophackbox.ru есть вся методическая и техническая поддержка, которая позволит вам без проблем работать с нашим электронным контентом. Ну, а мы переходим к нашей теме вебинара, и, наверное, начать необходимо с того, чтобы поблагодарить всех учителей, кто уже в сентябре месяце, не побоялся, и прислал свои видеофрагменты для того, чтобы у нас сегодня была возможность провести итоги, первые итоги апробации. Всем учителям, кто сегодня прислал свои видеофрагменты, мы обязательно вышлим сертификат не просто участника вебинара, мы вышлим сертификат педагога-исследователя, и это наши первые ласточки, кто пополнит банк, Всероссийский банк открытых уроков по УМК «Перспективная начальная школа». Ждем ваших видеофрагментов, видеопрезентаций в октябре, в ноябре и в декабре месяце. В зависимости от того, насколько у вас легко и свободно проходит освоение, использование электронной формы учебника «Перспективная начальная школа». Ну, а давайте освежим в память, какие нам сегодня понадобятся наши знания, наши навыки и умения, чтобы позволить не только посмотреть видеофрагменты, но и вместе со мной проанализировать их. Ну, во-первых, мы говорим о том, что есть различные модели использования электронной формы учебника. И вот сегодня у нас будут видеофрагменты, где учитель использует индивидуальную модель. Это мобильный класс, где у каждого ребенка имеется свой гаджет. Есть модель смешанная, где нет возможности иметь, например, всегда у каждого ребенка гаджет, но он есть для работы в группе, например, и работа с интерактивной доской. И сегодня мы увидим такой фрагмент. Естественно, есть модель, она самая популярная, мы видели это по итогам импробации, это фронтальная модель. Это когда используется автоматизированное рабочее место учителя и интерактивная доска или просто экран. Есть отдельная работа групповая, и модель в этом заключается в том, что используется несколько гаджетов, персональных компьютеров или ноутбуков, позволяющих организовать работу в группах. И сегодня у нас тоже будет возможность посмотреть такой видеофрагмент, где учитель использует работу в группах. Помимо этого у нас есть возможность с вами и родителей приобщать к этой апробации. У нас достаточно много на сегодняшний день родителей, которые дома вместе с детьми активно используют электронные формы учебников. Поэтому, если у вас есть такой опыт, он нам тоже будет интересен. Итак, это модели использования, и на предыдущих вебинарах мы с вами об этом говорим. Идем дальше. Далее идут типы ресурсов. По поводу типов ресурсов. Мы с вами знаем, анализируя электронные формы учебников, а кто-то уже, возможно, посмотрел на наши тренажеры в электронной тетради, что типы ресурсов делятся на несколько групп. Это мультимедийные, анимация аудиозаписи, и дальше вы можете посмотреть на слайдах. Это интерактивные. Это интерактивная панель управления контентом и интерактивные тесты для контроля и самоконтроля. Давайте еще раз освежим в нашей памяти эти типы ресурсов и посмотрим на примере учебника литературного чтения, части первой. Интерактивная панель, которая находится слева, дает возможность нам управлять электронным контентом, электронной формой учебника, и в то же время использовать данную панель можно и на уроке. Например, это возможность перейти на необходимую страницу учебника. Точно так же есть возможность сделать закладку, снять эту закладку, сделать некие краткие записи какому-либо тексту, сохранить эти записи и дальше вернуться к ним после урока. Это интерактивная панель управления. По поводу мультимедийных ресурсов, о которых мы говорили чуть выше. Мы с вами знаем, что мультимедийные ресурсы позволяют ребенку, во-первых, в соответствии с адаптацией к электронной форме учебника, работать, например, с гипертекстом, переходить на странички словарей и использовать их для своей работы. Точно так же у ребенка появляется возможность работать не только со словарями, относящимися к литературному чтению и русскому языку, но и выходить через гипертекст на словарь, например, окружающего мира, иллюстрированный словарик из окружающего мира. И, естественно, переходить к галереям изображений, когда мы начинаем работать с музейным домом. Это все мультимедийные ресурсы. Помимо этого, если мы говорим о, в отличие мультимедийных и интерактивных ресурсов, то мы, наверное, уже все давно понимаем, что мультимедийные ресурсы – это в первую очередь я могу посмотреть, рассмотреть, выполнить, прочитать какие-то тексты. Но при этом главная особенность такова, что я сам с этим ресурсом не выполняю никакого действия. Если же мы говорим с вами об интерактивных ресурсах, то, например, в литературном чтении есть такой ресурс, ресурс как экранные инструменты, где у ребенка есть возможность увеличить с помощью экранной лупы тот или иной фрагмент картины, посмотреть этот элемент и ответить на систему вопросов, которые даны ребенку в корпусе учебника. Таким образом, помимо того, что мы говорим, есть мультимедийные и интерактивные ресурсы в корпусе учебника, естественно, если мы с вами заглянем в содержание и увидим тесты, тестовые задания – это дополнительный ресурс, который позволяет нам с вами организовать работу не только со стороны знакомства с новым материалом, но и для проверки, для самоконтроля. Такие тесты расположены во всех учебниках в последней части содержания, на последней страничке содержания. Это тесты для контроля и самоконтроля. Итак, то есть сегодня нам для анализа потребуется ваше понимание того, что есть ресурсы мультимедийные, есть ресурсы интерактивные, есть интерактивная панель управления контентом и интерактивные тесты для контроля и самоконтроля. На примере литературного чтения мы посмотрели, как эти ресурсы выглядят и как с ними возможно их узнавать и работать. Далее нам с вами необходимо все-таки понимать, и опыт работы с апреля месяца, в мае месяце и за сентябрь нам показывает, что в первую очередь, если мы говорим об использовании в начальной школе электронных форм учебника на уроки, то мы прекрасно понимаем, что это не полная замена печатного учебника на электронную форму. Это всего лишь некие элементы, это некая интеграция, где у учителя есть возможность расширить пространство бумажного учебника или печатной формы учебника. Для чего это необходимо? А как раз для того, чтобы решить задачу урок. Итак, посмотрите, если мы говорим о структуре урока, то не обязательно, что на каждом этапе должны присутствовать использование электронных форм учебника. Электронных тетрадей, электронных тренажеров или просто учебников. Учитель сам определяет, если мы ему предлагаем различные ресурсы, учитель сам определяет, какие ресурсы он будет использовать и на каком этапе урока. Ну, например, в печатной форме я буду работать на этапе мотивации и рефлексии, а на этапе открытия новых знаний и подведения итогов я буду использовать электронную форму. Но никто не говорит, что параллельно я не буду работать с печатным учебником. Поэтому нужно понимать, когда вы будете присылать свои видеофрагменты, интересно, как вы умеете интегрировать печатную и электронную форму учебника на уроке. И сегодня будут прекрасные видеофрагменты, где вы увидите, как у учителя уже за месяц, а это в основном первоклашки, получается использование и печатной формы, и электронной формы одномоментно. Типы уроков. Это тоже один из важных аспектов, которые нужно понимать, когда вы будете создавать свои видеоуроки или видеофрагменты. Ну, во-первых, мы прекрасно понимаем, что в зависимости от типа урока, естественно, используются различные ресурсы. Давайте попробуем посмотреть вот из тех кусочков опыта работы, из тех презентаций, которые нам присылают учителя, какие же основные выводы за первый месяц апробации в сентябре сделали учителя. Ну, во-первых, если мы говорим о типе урока первичного предъявления новых знаний и способов учебных действий, то в основном используются такие ресурсы, как мультимедиа. Ну, например, если мы говорим на примере музыки, то мы знаем прекрасно, что контент электронных форм учебника по музыке построен таким способом, что у ребенка при изучении нового материала всегда есть возможность прослушать аудио-информацию. После этого у ребенка есть возможность посмотреть видео, фрагмент, где он не только слушает музыку, но и видит изображение этого снега. Так. Обратите внимание. Такая система работы не на одном уроке. Такая система работы на всех последующих уроках. То есть есть и аудио, есть и видео. Я пролистываю, и вы видите, что все эти ресурсы можно использовать при знакомстве с новым материалом. Аудио- и видеоресурсы у нас есть не только в музыке. Я думаю, что вы уже познакомились с нашими электронными формами учебника достаточно хорошо, и вы знаете, что это есть и в окружающем мире, и в английском языке, и в русском языке, и в литературном чтении у нас есть возможность использовать аудио- и видео-фрагменты. И, конечно же, на других электронных формах учебника. Итак, если мы возвращаемся к нашей презентации, то мы видим, что на этапе изучения нового материала из тех фрагментов, которые присылают учителя сегодня, это не эталон, это всего лишь то, что произошло вот на этот момент. Часто учителя используют мультимедиа ресурсы для того, чтобы погрузить ребенка в знакомство с изучением нового материала. Основная задача, которая использует и решает ресурсы мультимедиа, конечно же, расширить пространство печатной формы учебника. Давайте посмотрим, какие же примеры приводят учителя и анализ на уроках типа формирования первоначальных предметных навыков, то есть уроках закрепления. В первую очередь, конечно же, мы говорим о том, что это интерактивные задания, которые расположены в корпусе самого учебника. Так, например, в прошлом году те учителя, которые начали апробацию русского языка первого класса, представили нам прекрасный мастер-класс, где они показали, что использование электронных форм учебника именно на уроках закрепления возможно, когда в корпусе учебника уже имеются интерактивные задания. То есть, посмотрите, первый тип урока, изучение нового, мы используем больше мультимедиа, так на втором типе мы начинаем использовать интерактивные задания. Что они из себя представляют, эти интерактивные задания? Любое интерактивное задание предполагает активное действие ребенка на уроке. Так, например, в данном случае ребенок, ну, в идеале, конечно же, если мы говорим о формировании универсальных учебных действий, должен самостоятельно прочитать задания, далее прочитать слова, выполнить полностью все задания, после этого осуществить проверку. И мы с вами помним, что у нас в любых интерактивных заданиях есть два типа проверки. Первый тип проверки, который мы сейчас видим на экране, это отсроченная проверка, когда у ребенка нет возможности сразу увидеть результат. Вначале необходимо выполнить полностью задание, а только после этого посмотреть. И мы понимаем, что если я выполняю задание неверно, у меня загорается красный цвет, что говорит мне о том, что мне необходимо исправить положение. И выполнить задание заново. Точно так же есть задание с проверкой одномоментной. Когда я выполняю задание, и сразу вижу, правильно я его выполню или нет. То есть на уроках закрепления очень часто учителя из опыта работы говорят им о том, что используют такие задания, позволяющие проверить, насколько сформированы у детей те или иные навыки. Конечно же, помимо того, что расположены задания в корпусе учебника, мы говорим о том, что и есть задания в конце учебника. Это наш интерактивный тест. Где у ребенка есть возможность выполнить задание, ну, в данном случае мы видим ставить нужные буквы в словарные слова. Увидеть результат данной работы и проверить. Таким образом, если мы говорим об уроке типа формирования первоначальных предметных навыков, то есть уроке закрепления, то очень часто из опыта учителей нам говорят о том, что используются интерактивные тесты из АД. Помимо этого, у нас есть еще типы различных уроков. И в этом году часть педагогов, кто работает по апробации не только электронных форм учебника, а пожелали еще приобрести наши электронные тетради, наши электронные тесты, говорят, что очень неплохо встраиваются в урок применения, в урок контроля или в урок коррекции наши электронные тетради и электронные тренажеры. Ну, например, давайте посмотрим, как в данных темах можно использовать и электронные тетради. Например, в русском языке мы с вами посмотрели, как идет работа по выполнению тех или иных заданий, связанных с характеристикой звуков и букв. Дальше переходим в наши электронные библиотеки. Тетради на печатной основе. В данном случае она в электронном виде. То есть, посмотрите, обложка очень похожа, но это электронная тетрадь. Переходим на страницу, где есть задания, связанные тоже с характеристикой звуков и букв. То есть нам необходимо подчеркнуть слова, выделить их желтые, где буква Я обозначает два звука. Выполняем задание. Делаем ошибку преднамеренно. Видим эту ошибку. Исправляем ее. И результат готов. То есть, если мы говорим об электронных формах учебника, то таких заданий будет точечно, то электронная тетрадь по русскому языку позволяет выполнить все задания в электронном виде и получить проверку. Если мы говорим о тренажерах, во втором классе мы видели с вами задания, связанные со словарными словами. Давайте попробуем открыть наш тренажер. И вот вы видите, зачем нужны словари, работа со словарями в нашем тренажере. А точно так же есть различные задания, позволяющие отработать, например, правописание безударной гласной. То есть, выделяем безударную гласную, проверяем, смотрим, правильно мы сделали, или у нас есть ошибки. Таким образом, давайте подведем некий итог. За несколько месяцев апробации, ну а можно сказать, что их всего лишь было два, многие учителя, которые присылали нам свои видеофрагменты, свои видеопрезентации, рассказывали о том, что на различных типах урока используются разные ресурсы. И задача учителя – научиться ориентироваться и выбирать только то, что конкретно будет нужно педагогу на том или ином уроке. Что еще нам сегодня пригодится, когда мы будем работать с видеофрагментами? Это, конечно же, основные этапы урока. Мы помним с вами методическое правило, что от типа урока зависит его структура. И поэтому, если мы сейчас с вами проведем параллель из опыта тех коллег, которые уже прислали свои видеоуроки, то мы увидим, что очень часто на этапе целеполагания и на этапе актуализации используется интерактивная панель управления. Очень часто на этапе открытия новых знаний и способов учебных действий используются мультимедийные интерактивные ресурсы в корпусе электронных форм учебника. А вот на этапе контроля, закрепления, итоговой рефлексии используются и тренажеры, и тетради, помимо того, что используются и мультимедиа-интерактивные ресурсы. Ну и нам, наверное, важно подготовиться к просмотру видеофрагментов, поэтому давайте попробуем вместе разобраться в той таблице, по которой мы сегодня будем анализировать урок. Ну, во-первых, еще раз хочу напомнить коллеги, что анализировать урок можно под углом, под любым углом или точкой зрения. Это называется аспектный анализ урока. Мы с вами сегодня будем анализировать урок с позиции использования электронной формы учебника на уроке. Мы расширим пространство, у нас возможности будут не только учебника, но и электронных тетрадей, и, возможно, электронных тренажеров. Какие основные этапы я предлагаю вам вместе со мной участвовать в анализе уроков этих видеофрагментов, нам необходимо с вами будет заполнять. Это этап урока, это название ресурса, это преимущество использования ресурса по отношению к печатной форме. Ну и, естественно, эффективность. Был ли достигнут результат данной работы с ресурсом. Для этого мы с вами, чтобы начать нашу работу, посмотрим электронную таблицу. Электронная таблица, доступ к ней мы обязательно вам дадим. То есть у вас будет возможность самостоятельно анализировать под углом использования электронной формы учебника все видеофрагменты. Итак, из каких частей состоит эта таблица? Из тех же самых, которые представлены у вас с вами на слайде. Но только здесь появляется автоматическая возможность заполнять таблицу. То есть эта таблица интерактивная. Если сегодня мы с вами работаем вместе, то после вебинара вы можете... Вам пришлют эту таблицу, чтобы вы могли самостоятельно анализировать уроки в соответствии с использованием электронной формы учебника. Как это делается? Как мы с вами будем работать? Ну, во-первых, выбираем этап урока, на котором использовался ресурс. Ну вот вы сейчас их увидите. Это телеполагание, актуализация, открытие нового, применение, контроль и ток рефлексии. Далее мы выбираем ресурс, который использовался на этом фрагменте урока. А мы с вами только что поговорили, что это мультимедийные, интерактивные, или это интерактивная панель и интерактивный тест. После этого мы выбираем преимущества. Преимущества могут быть какие? Это аудио, видеоряд или горелея изображений. Это интерактив, это интерактивные тесты с проверкой. Это или интерактивная панель, где учитель организует работу с содержанием, например, электронного учебника. Или это просто дублирование печатной электронной формы, и учитель никак не задействовал в полной мере электронную форму учебника. Ну и попробуем оценить эффективность такими позициями, когда использование данного ресурса было эффективно, нет, эффективности не было, ну или частичная эффективность присутствовала. Итак, вот эту таблицу мы с вами будем заполнять. У нас с вами будет 6 фрагментов урока, небольших по протяженности. Итак, какова наша основная задача? Мы смотрим фрагменты урока, после этого смотрим, как этот ресурс представлен в электронной форме учебника, и третье заполняем таблицу. Итак, я предлагаю начать нашу работу с осмотрения небольших фрагментов урока Евгения Эдуардовна Сажиной. Это учитель начальной класса школы номер 3, учитель первого класса Забайкальского края города Балей. То есть, это учитель, который в этом году только начал апробаться электронной формы учебника. Мы благодарим за интересный урок, за интересные фрагменты. Я предлагаю начать смотреть первый фрагмент. Итак, внимание коллеги, смотрим на экран. Так, Сашенька, работаем с элементами букс. Собираем, собираем. Катюша собирает, Таечка собирает. Никита Орехов, молодец, как у меня работает. Мы собираем из элементов голубых. Мы собираем из голубых элементов. На наборное полотно, Настя. Все, взял, посмотрите-ка. Молодец, собрал. Какие элементы нужно было взять? Посмотрите, с какими номерками. Вот, 43. Молодец, Антошенька, садись. Орешенька, ты сядь, потом я соберу тебе, я помогу. Сядь, давай поработаем, а потом соберем. Итак, сконструировали, ребята? Итак, это первый фрагмент урока. И такие видеофрагменты мы уже с вами видели в прошлом году. Что данный фрагмент нам позволяет сделать? Давайте перейдем к электронному учебнику. Электронной форме учебника. Это азбука. Это те дети, которые еще только месяц отучили в школе. И как учитель использует электронную форму учебника, давайте посмотрим, какие ресурсы наш учитель задействовал. Во-первых, этот ресурс, давайте определимся, он мультимедийный или интерактивный. Если я могу выполнять действия самостоятельно, я вижу одномоментно, правильно я подбираю элемент или нет, то есть тип проверки одномоментный. И если правильно все элементы встают на место, то, конечно же, это ресурс интерактивный. Попробуем проанализировать вместе в нашей электронной таблице данный фрагмент урока. Итак, этап урока. Выбираем из выпадающего списка тот этап, на котором происходила эта работа с использованием электронной формы учебника. Целеполагание, актуализация, открытие нового, применение, контроль и ток рефлексии. Конечно же, ребята только знакомятся с элементами буквы, поэтому у нас есть в уроках письма отдельный этап, но так, чтобы было удобно работать с данной таблицей, мы обобщили. Это открытие нового, но понимая, что в структуре урока письма есть отдельный этап урока, это конструирование буквы и написание ее. Итак, выбираем название ресурса. Мультимедийный, интерактивный, интерактивная панель или тест. Конечно же, это интерактивный ресурс с одномоментной проверкой, и очень важно понимать, что в первом классе важно видеть результат. То есть не когда я выполнил все задание, а сразу же подтягиваю элемент и вижу, я его правильно сделал или нет. Это название ресурса. Дальше попробуем с вами вместе порассуждать. Преимущества по отношению к печатной форме. Естественно, давайте посмотрим. То есть у ребенка есть возможность самостоятельно проверить себя. Я выбираю элементы, я могу тренироваться сколько угодно раз, я сразу же вижу свою ошибку, и те ребята, которые конструировали не на девайсах, а не конструировали из наших обычных печатных элементов, видели образец перед глазами. Безусловно, преимущество в данном случае в том, что я могу выполнить задание и увидеть свой результат, то есть интерактив. Соответственно, раз мы определились с преимуществами, то мы понимаем, что да, эффективность использования данного ресурса на уроке безусловно была. Итак, вот это мы сделали с вами вместе первый фрагмент. Предлагаю перейти к следующему фрагменту. Еще раз проговорю наши шаги для того, чтобы мы смогли и посмотреть, и проанализировать этот урок или этот этап. Мы смотрим видеофрагмент, мы открываем учебник, смотрим, как учитель задействовал электронную форму учебника, ну а уже после этого вместе заполняем таблицу. Итак, смотрим второй фрагмент. И для этого, Никита, я хочу, чтобы вы вот так сели. Мы сейчас должны быть наблюдательными. Сейчас мы первый раз смотрим, как и откуда пишется буква А, а потом вы должны будете мне проговорить счет. Итак, готовы? Я нажимаю пуск. Саша, готов? Да. Так, смотрим. Молодцы. Итак, а теперь мы должны узнать, какой счет нам понадобится. Никита Орехов, ты готов назвать счет? Для этого что? Я сейчас еще раз нажимаю пуск, Саша, Полина. Саша, а потом вы начинаете пока про себя считать. Давайте проверим, какой счет был использован. Какой счет был использован? Так. Так, показываем основное движение. Куда? Вверх. Как мы называем? И. Потом куда движение? Вниз. Мы говорим? Раз. Приготовились. Так, давайте еще раз сначала. Пошли. И. 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 Раз. И. Два. И. То есть нужно не раз говорить, а два. Понятно? Давайте еще раз. Приготовились? Начали. И. 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 Два. И. Молодцы. Молодцы. Итак, сейчас мы с вами напишем эту букву в воздухе. Возьмите ручки. Возьмите ручки. Поставьте на локоток. Приготовились? Приготовились? Так, приготовились. И себе считаем. Итак, все приготовились. Начали. И. Раз. И. Два. И. Молодцы. А сейчас мы с вами сядем правильно. Вспомним гигиенические правила письма. А что они в себя включают? Никита. Так, сидеть. Еще. Помогаем. Еще, Никита. Мне вывезли, как правильно держать игрушку. Молодец. Лежит тетрадь. Положит тетрадь. Молодцы. Выполните гигиенические правила, Ариша. Положите тетрадь, Антон Шамри, каждый в своем направлении. Возьмите ручку. Возьмите ручку. Найдите букву А на первой рабочей строчке. Найдите. На первой рабочей строчке. Вот здесь. Итак. Сядьте правильно. Сохраняйте посадку до конца письма ручкой. Мы прописываем по линиям, пунктируем, а потом самостоятельно. Итак, работаем. Время пошло. Себе проговаривайте все элементы. Не забываем, как сидеть. Так вот он второй фрагмент. И на этом фрагменте мы очень неподробно посмотрели, как у учителя получается интегрировать использование и печатной формы нашего комплекта, и электронной. Давайте посмотрим, что за ресурс был задействован. Проанализируем его. Во-первых, можно прочитать задание, которое необходимо выполнить. Это для тех детей, кто уже умеет читать. Ну и, соответственно, запустив написание буквы, мы можем увидеть, как данная буква пишется. Помимо того, что учитель видит и дети видели видеоряд, учитель задействовал еще и счет. Из каких элементов состоит эта буква, ребенок, дети, вернее, подсчет считали. И мы помним, для чего необходим этот счет, для того, чтобы у ребенка была возможность даже при написании одной буквы где-то расслабить руку, когда мы поднимаемся вверх легко, где-то чуть-чуть крепче держать орудие письма. И вы видите, как вначале все вместе дети посмотрели данный ресурс. Мы понимаем, что это мультимедиа ресурс, изображение, написание буквы. А далее каждый самостоятельно в своей печатной прописи просматривает и прописывает буквы. Давайте попробуем проанализировать этот кусочек урока. Выбираем этап, на котором был использован данный ресурс. Мы уже с вами договорились, что это открытие нового. Далее определяем название ресурса. И вот здесь нужно не путаться. Это мультимедийный ресурс. Преимущества по отношению к печатной форме. То есть в печатной форме дан готовый образец, а в данном случае у ребенка есть возможность посмотреть пошагово, как записывается буква. Поэтому преимущества имеются через видеоряд, через анимацию, ну и эффективность. Мы видим, что дети взяли ручки, начали писать буквы. Кто-то начал и нашел сразу строчку, у кого-то были какие-то трудности, и учителю пришлось комментировать, где эта строчка. Но так или иначе мы видим, что после данной работы с использованием в том числе и мультимедиа ресурса у ребенка появилась возможность самостоятельно записать данную букву. Поэтому эффективность в любом случае имеется. Итак, мы посмотрели урок письма в первом классе. Какие основные особенности по уроку письма необходимо понимать? Что это всего лишь использование электронных форм учебником, это всего лишь частичное дополнение к уроку. И если мы откроем учебник, то мы увидим, что помимо этих двух ресурсов еще был ресурс, из каких элементов состоит буква. И мы помним, что выбирая правильный элемент, буква окрашивается в синий цвет. Это зрительный ряд, подконструирование буквы. И точно так же в начале еще было задание, где необходимо посмотреть, из каких же элементов эта буква состоит. Но учитель определился только двумя элементами из четырех, которые он будет использовать на уроке. Еще раз обращаю ваше внимание, что это право учителя. Следующий фрагмент урока. Это урок окружающего мира в первом классе. Это учитель, который прислал фрагмент в мае месяце. Это Московская область, школа при Министерстве иностранных дел. Если мы в уроке письма увидели модель фронтальную, когда у детей нет никаких гаджетов, и учитель использует свой компьютер и интерактивную доску, то давайте посмотрим, какая будет модель и какие будут преимущества в следующем фрагменте урока. Это урок окружающего мира. Итак, переходим к выполнению задания номер три на девайсик. Задание номер три. Итак, кто прочитает задание? Читай, Максим. Отметь на картинке животных, у которых детеныши совсем не похожи на своих родителей. Итак, самостоятельно выполняем это задание. Грузится? У меня самостоятельно. Так, самостоятельно выполняем это задание. Так, у депута рука. Так, вижу, справились уже некоторые. Так, так. Сходи мы с вами. Это все. Сходи мы с вами. Ага, 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 ага. Ага, ага. А какое задание выполняли дети? Аня, что ты делала? Я? Я. Вашему вниманию представлен еще один фрагмент урока. Если мы с вами посмотрим на модель и вернемся к модели, я сейчас предлагаю вам вернуться к презентации и посмотреть, то мы видим, что если до этого мы видели фронтальную модель использования электронной формы учебника, то сейчас мы увидели индивидуальную. Учитель не использует ни экран, ни интерактивную доску для того, чтобы дублировать работу с детьми. И в данном случае давайте посмотрим, что предлагается в учебнике электронной формы по данной теме. Это окружающий мир, первый класс. Я еще раз напоминаю, что это учитель прислал видеофрагмент в конце прошлого года. Про больших и маленьких была тема. И если мы проанализируем эту страницу, то ни мультимедийных, ни интерактивных ресурсов к данной теме в электронной форме учебника не предполагается. Следовательно, учитель использует электронную тетрадь. В электронной тетради учащимся предлагается отметить на картинке животных, у которых детеныши совсем не похожи на своих родителей. То есть если мы отмечаем, вы видите тип проверки одномоментный, я сразу нажимаю и вижу результат. Зеленая галочка, у меня все получилось, я нашел правильно животных, красная, я ошибся и могу исправить положение. Обратите внимание еще на то, насколько быстро была проделана детьми эта самостоятельная работа. И данные педагоги, презентуя свой опыт, сделали вывод, что использование интерактивных средств, в том числе электронных тетрадей на уроке, позволяет сократить время на проверку. То есть темп на уроке становится достаточно высокий. Попробуем проанализировать этот этап урока. Итак, конечно же это было не открытие нового, это было применение и первичное закрепление. Какие ресурсы использовались? Конечно же интерактивные, с типом проверки одномоментным, то есть ребенок выполняет и сразу видит результат. Преимущество по отношению к печатной форме, да мы даже можем говорить и об электронной форме, этой тетради и этого ресурса в том, что есть интерактив и каждый ребенок видит результат своей деятельности. Соответственно, здесь еще есть возможность индивидуально с помощью своих гаджетов выполнять эту работу, поэтому это была не только фронтальная работа, но и индивидуальная. Эффективность, конечно же, есть. Помимо этого, если говорить об использовании нашего контента, имеются еще и тренажеры по окружающему миру со 2 по 4 класс. Они сейчас уже доступны в пользовании, и мы понимаем, что в тренажерах у нас есть возможность отработать те темы, которые интересны ребенку не только на уроке, но еще и дома. Ну, например, я читаю задание, выполняю данное задание, проверяю. Если я ошибаюсь, система показывает. Ну, например, отметь животных, которые входят в группу птиц. Я маркирую галочкой, не вижу сразу цвета, проверяю. Если, допустим, я допустила ошибку, система показывает. Красный цвет исправь положение. Я снимаю галочку, проверяю, и я вижу, что вся работа выполнена верно. То есть есть электронные тренажеры, они по всем главам учебника, и у ребенка есть возможность самостоятельно, или вместе с родителями, или вы будете работать в индивидуальной работе, пройти еще раз те или иные темы, и увидеть свой результат здесь, сейчас. Это окружающий мир. Обратите внимание, что модель индивидуальная. Учитель использует работу с гаджетами. У нас есть еще несколько фрагментов, с которыми мы поработаем. Следующий фрагмент, это тоже учитель, который в прошлом году уже вступил в апробацию, это первый класс, и он предлагает посмотреть урок математики. Небольшой фрагмент, давайте мы с вами его посмотрим. С помощью данной, найти значение следующей разности. Итак, разности есть. Подсказку себе сначала посмотрели, пути. Даю вам три минутки решить каждому в паре эти примеры. Время пошло. Время пошло. Ребята, не забываем себя проверять. Две пары справились с заданием. Хорошо. Третью пару вижу. Молодцы. Увидела вас, Паша? Паша увидела ли? Замечательно. Миша вас увидела. Ну, давайте проверим на доске. Пожалуйста, первый пример. Реген, начинай быстрее. Роги начинай с этого. Реген, начинай. Реген, начинай. Реген, начинай. Реген, начинай. На, не вживай. Согласна. Так, сейчас мы проверим. А, раз я не согласна. Я не согласна. Я согласна. Давайте докажем. Света, докажи свой, пожалуйста, ответ. Пожалуйста, Глазки, докажи ему. Она что сказала правильно? Пожалуйста, Света, докажи свой пример. Ну, покажи путь. Нажми на него. Посмотрите, путь она указала, верный. Садись. Следующий. Вика, бегом за стенку. Тут вижу сейчас всех. Угу, читай выражение. А 14, а не отец, равно сердечку. Угу. Проверяй свой путь. Путь, путь. Угу. Так, верно? Следующее выражение. Семь. У доски. Итак, мы посмотрели видеофрагмент Ларисы Насибуловны. Мы видим, что она присоединилась к нам в чате. Спасибо огромное за апробацию наших электронных форм учебника. Ну и давайте попробуем посмотреть и проанализировать, как же педагог использует электронные учебники на своих уроках. Это урок математики. Заглянем в начале на сами страницы. Помним, что учитель присылал урок в мае месяце, поэтому открываем учебник первого класса, вторую часть. Смотрим страницу 25, и вы видите, точно так же, как и в окружающем мире, в данном случае в электронной форме учебника нет ни мультимедийных, ни интерактивных ресурсов. Поэтому учитель использует электронную тетрадь, где есть система работ с проверкой. Заглядываем в электронную тетрадь математики второй части. Открываем данную страницу к этой теме. И вы видите, что здесь, что и делали дети в групповой работе, с помощью ноутбуков, работая в паре. Они заполняли таблицу сложения, проверяли друг друга, и мы уже слышали, как дети прекрасно к концу первого класса высказывают свою точку зрения, сравнивают свои результаты. И, что удивительно, не боятся высказывать, согласен или не согласен. Дети заполняют таблицу, у них есть возможность дополнять эту таблицу пошагово, поэтому в течение всего урока были задействованы все группы. Таким образом, мы увидели эту модель смешанную, где есть работа в группах на ноутбуках, где есть работа с интерактивной доской, когда дети демонстрируют работу, полученную в парах. Давайте вернемся мы с вами к нашей таблице и попробуем заполнить ее. Итак, естественно, что если мы говорим об этапе урока, то, скорее всего, это было применение и первичное закрепление, или это уже был контроль. То есть в данном случае, ну, Лариса Насибулна может в чате прокомментировать, но давайте выберем этап контроля. То есть когда в групповой форме учитель предлагает проверить, насколько дети освоили таблицу сложения. Далее, какое было название ресурса? Конечно же, это интерактивные ресурсы. И если мы говорим о типе проверки, то эта проверка отсроченная. Преимущество по отношению к печатной форме и даже к электронной форме учебников видно. То есть у ребенка или у группы детей есть возможность не только заполнить пропуски, но и, естественно, увидеть результат. Поэтому эффективность такой работы, безусловно. И еще у нас есть несколько фрагментов, их два. Это учитель первого класса Ирина Михайловна Веселова. Это город Южкорла. Это базовая школа. И буквально несколько дней назад мы были у нее в гостях. И вот свежие, как пирожки, привезли эти фрагменты уроков. Давайте попробуем посмотреть. Это учитель, который первый год работает по комплекту перспективная начальная школа. Опыт еще только приобретается. Давайте вместе посмотрим эти фрагменты урока. Это урок математики. Красиво слились. Так, тему урока сверху нам прочитает Вера. Читай, пожалуйста. Наверху, наверху, над чертой. Один и несколько. Один и несколько. Первое задание хочешь прочитать? Добро, прочитай, пожалуйста. Читай, пожалуйста. Выберите рисунок, на котором изображен один предмет. Так. Вам надо показать своему соседу рисунок, на котором изображен один предмет. Первый вариант показывает второму варианту. Один рисунок, где один предмет. Так. Хорошо. Второй вариант показывает первому варианту, где один предмет. Молодцы. Давайте проверим. Гриша, будь так добрым. Покажи, пожалуйста, здесь, где один предмет маркера. Вот так. Пожалуйста, будь так добрым. Галочку поставь. Где один предмет первого задания поставишь? Ага, еще нет. Ребятки, поднимите руки. Поднимите руки, пожалуйста. У кого так же получилось? Молодцы. Действительно. Один предмет у нас на одна коза и один стол. Молодцы. Присаживайтесь. А на первом рисуночке цыплят один или несколько? На руки. Так. Второе задание. Гриша, будь так добрым. Пожалуйста, продолжай. А мы с детками прочитаем задание. Хорошо? А ты внимательно слушай. Так. Второе задание. Калина Азов и Николай Кузьмин. Доброе. Прочитай, пожалуйста, наоборот. Выберите рамку, которая нарисована в двух треугольник. И здесь у тебя праздник на треугольник. Итак. Ты пока не показываешь. Пожалуйста, выберите вместе со своим соседом рамку, где нарисован один треугольник. Так, так, так. Посмотрели. Давайте проверим Гришу. Гриша, будь так добрым. Выбери рамку, где нарисован один треугольник. Молодец. Так. Повернись. Посмотри. Ребятки, поднимите руки. У кого-то такой же ответ. Ты правильно выполнил задание? Да. Молодец. Спасибо. Конечно, Федюрочка не тебя ожидает. Спасибо. Пожалуйста, присаживайся. А сейчас, ребятки, давайте третье задание прочитаем. Машенька, прочитай нам, пожалуйста. Теперь, пожалуйста, расскажите друг дружке. Первый вариант. Рассказывай. Так. Договариваемся. Договорились? Кто желает рассказать? Каких предметов не может быть несколько? Никогда нельзя сказать, что несколько. Они договорились? Хорошо. Лёва, пожалуйста. Пожалуйста, встань. Вниз. Месяц, это земля, солнце, ума. Так. А кто-то, может, подправит немножечко? Там у нас волна изображена или что? Месяц. Месяц. Давайте все вместе посмотрим. Итак, это был первый фрагмент урока математики. Ирина Михайловна сегодня с нами в чате. Мы тоже рады встрече. Спасибо за прекрасный урок и прекрасную работу. И присоединилась к нам Евгения Эдуардовна, которая уже 13 год работает по УНК «Перспективная начальная школа». И мы надеемся, что вы еще пришлете нам несколько хотя бы видеофрагментов урока, как вы используете электронную форму учебника. Давайте посмотрим, как задействовал учитель электронную форму учебника. Это первый класс, первая часть. Это апробация этого года. Открываем страницу. Итак, посмотрите. На странице предлагается один интерактивный ресурс. Все остальное у педагог использовал интерактивную доску как некий элемент проверки. А после этого у каждого ребенка будет возможность самостоятельно проверить свою точку зрения или вместе с педагогом. Идем к нашей таблице. Итак, тип урока. Мы говорим, что это открытие нового этапа урока. Далее, ресурсы. Обратите внимание, что в данном случае на том видеофрагменте, который мы увидели, не было использования ресурсов учебника. Были задействованы ресурсы интерактивной доски. А мы с вами анализируем урок с использованием электронной формы учебника. Поэтому, если и были преимущества, это были преимущества использования самой интерактивной доски как обратной связи на уроке. Эффективность, абсолютно точная эффективность была. Только в данном случае мы говорим о том, что эффективность не электронной формы учебника, а работы с интерактивной доской. Очень интересный фрагмент. И очень часто бывает так, что вот из этого элемента мы, бывает, уходим совсем в дублирование просто электронной формы учебника на уроке. Это, безусловно, делать нельзя. И еще один фрагмент у Ирины Михайловны, где дети работают в тетради на печатной основе. Давайте его посмотрим. Красиво, аккуратно, чтобы получилось у нас. Конкурс на самую красивую, чистую, аккуратную рабочую тетрадь у нас продолжается. Не только по письму, но и по математике также. Еще один раз это задание прочитает Никита Григорьев. Будьте внимательны, мы что-то не доделали. Пожалуйста, Никита. Что нужно еще сделать? Что мы не доделали, Никита? Нарисовать еще несколько кругов во второй рамке. Во второй рамке, будьте добры, пожалуйста, нарисуйте еще один или два кружочка, чтобы их стало тоже несколько. Пожалуйста. Кружочек аккуратно рисуем, чтобы их стало один или несколько. Вот, два. Не один, а несколько стало. В данном случае Ирина Михайловна использует работу только на печатной основе. Но у нас есть возможность использовать и электронные тетради. Если мы заглянем в электронную тетрадь первого класса, первой части, то мы увидим, как эта работа простраивается для каждого ребенка, может быть, индивидуально, или точно так же, как Ирина Михайловна использовала для работы с интерактивной доской. Ну, во-первых, закрасить слева одну елочку, а справа несколько, у меня есть возможность посмотреть и дальше просмотреть разные точки зрения, кто какую елочку расправил в верхнем левом углу или в верхнем правом углу. То есть вот эти комбинации мы можем дальше обсуждать. То есть электронная тетрадь может быть точно так же, как и электронная форма учебника, в одном варианте для того, чтобы проводить некую обратную связь. А второе задание, где нам нужно было, во-первых, найти рамки, в которых несколько кругов, а дальше нарисовать в той, где не достает круги, то посмотрите, мы можем проверить, где несколько, и видим тип проверки одномоментный. То есть если я правильно выполнил задание, я вижу свой результат. И точно так же я могу нарисовать и дополнить рисунок. Столько кругов поместить, чтобы их стало несколько. Давайте подводить итог. Сегодня мы с вами посмотрели различные видеофрагменты, где педагоги представляли свой опыт в индивидуальной модели, в смешанной модели, в групповой и фронтальной. Коллеги, огромное спасибо за представленный материал. Пожалуйста, напишите на нашу почту, которая есть на сайте, запрос на получение сертификата учителя-исследователя в условиях и в рамках апробации электронной формы учебника «Перспективная начальная школа». Мы ждем ваших заявок. Для всех остальных коллег, уважаемые коллеги, еще октябрь, ноябрь и декабрь месяц мы проводим нашу широкомасштабную апробацию, поэтому ждем ваших видео, ждем ваших интересных презентаций и надеемся, что уже в ноябре месяце у нас состоится целый вебинар, где мы будем с вами смотреть видеофрагменты. Это могут быть видеопрезентации, где вы делитесь опытом своей работы с использованием электронных форм учебников в начальной школе. Давайте посмотрим, какие есть основные вопросы. На индивидуальные вопросы мы ответим на каждую педагогу отдельно. Спасибо огромное за благодарность и за то, что вы уже достаточно долго работаете с нашим комплектом, апробируете нашу электронную форму учебника. Ждем ваших видеоуроков. Всем спасибо. До свидания.